привет сучи краснодарский край и у нас между прочим господа апрель 2022 года а точнее какое число четверг 7 апреля господи андреевна ты не в кадре зайди пожалуйста екатерина древна какие реальности реальные жизни они таковы понимаешь семья не должно быть 21 так сказать все мои все мои это дети со сладким хана и вот сразу прыщи это youtube семья хотя просто в инстаграме и в тик токи вела марафон короче ребят ситуация следующая четверг солнечный день 16 градусов солнце светит нереально мы решили отложить все рабочие моменты у катюхи приехала мама с племянником и нагрузили детьми поэтому мама осталась марком с макаром серегой с мани а мы или решили поехать на красную поляну докладываем обстановку покататься на лыжах потому что последний раз мы стояли на лыжах но лично я в 2017 году екатерина древна тоже в 2017 году мы последний раз при этом мы не жили тогда в сочи я прилетел с москвы катя тогда в таганроге заправляла моими делами и мы соответственно встретили здесь на курорте горки город и катались на лыжах она в первый раз жизни становилась на лыжах инструктором пробовала я первый раз жизни стоялся на сноуборд на лыжах я умел кататься ну так полюбительски на самом деле он обман и . вот и поэтому как бы все круто дело на самом деле это не так ну понятно она не значит так и мы поэтому едем сейчас мы отложили все дела и смысл в чем что за последние пять лет мы первый раз едем когда сразу же вы знаете такое да когда люди говорят мы живем на море и не бываем на море мы живем на горнолыжном курорте и мы не бываем мы ни разу не катались не в этом году не в прошлом году и вот пришло время я сказал да давай все дела отложим спокойненько в сторонку и поедем покатаемся тем более мама приехала мама зря летела случайно несколько дней мы воспользуемся этим и поедем покатаемся на лыжах поснимаем покажем вам таскать атмосферу я сюрпризом забронил отель и мы ни разу не были в этом отеле мы обычно становимся в горке мы обычно становимся в горке город горки панорама мы обычно становимся наверху на девятьсот шестьдесят не внизу и где все наверху прям где каталка сразу ну короче я арендовал какой-то другой отель два дня но смысл то не в этом смысл то что завтра ребята по прогнозу сто процентов дождь и послезавтра то есть два дня на который я взял этот отель два дня дочь поэтому мы рассчитываем сейчас приехать и пойти на вечернюю каталку не знаю никогда не были попробуем найдем инструктора и пойдем возьмем в аренду оборудование расскажем вам процент и сколько что стоит сколько стоит отдохнуть сколько стоят номера сколько стоит каталка сколько стоит скипаса мы ничего не знаем а лишь на я только сколько стоит отель на два дня на два человека но как бы чтобы не расстраивать екатерину андрея но лучше как бы это упустим эти моменты но потом вам тихо расскажу потом расскажу продолжение я у димова прошу парабу швабра керхер чтобы все мыть окна стены пол ничего она не получится давайте на связи ребят съемка окончена берем курс на красную поляну и по краснополянскому шоссе сейчас андреевна включит какой-нибудь свой шансончик до древа воровайки воровайки я так близко тебя снял у тебя все прыщи видно не не ела сладко не было ни одного прыща теперь смотрите вообще молодец он река красивая ну давай нормально музыку это что а это и все нас сейчас опять забанят там ютубе нельзя да ну ладно все права будет отдан все мы поехали на красную поляну продолжение следует присмотрите спереди видите откуда прыгают сказ в скай парке он впереди кстати я не говорил я купил тебе этот билет они не были это быстро расскажи эту историю на 8 марта наверно да короче 8 марта дима решил мне устроить сюрприз и повез меня куда-то сказал одеться потеплее мы выдвинулись в сторону красной поляны едем и уже подъезжаем к этому спайп скай парк а я вообще просто он присмотритесь вон впереди скай парк я мечтаю короче уже давно прыгнуть с 200 метров в свободном прыжке от 200 до 200 а я прыгал 100 вот с мостом и выбором мечтала и короче мы приезжаем этим гадать вот смотри я сейчас ну ты понимаешь куда мы едем ты так мечтала об этом так мечтала об этом я вообще обрадовалась как ребенок и такие эмоции были я такие эмоции последний раз в детстве только испытывала когда что-то очень ждала и вот этого подарка в предвкушении мне это дарит и вот когда мы мимо приезжаем я говорю а чё ну типа как заезд куда чего и он мне говорит ну типа нет конечно ты нам нужна тоже нам будет стирать убирать готовить поэтому извини облом я расплакалась искренне сильно потому что у меня просто короче потом было что там было все мне уже перечеркнулся а куда мы поехали в ресторан мы поехали погулять ресторан поесть еще не вернулись а нет выходить в театр они мне в театр ходили мы ходили на нурлан сабурова стендап и так смеялась два часа дима сидел грусти вообще просто тухляк конкретно она смеялась вот она вот оттуда она хочет сигануть вообще мечтает но она конечно чего сейчас у нас случится меня за ноги привяжет 80 лет когда ты уже будешь воршливой бабкой уже мне вообще не нужно так кто знает это местечко выезжаем подвесной мост да 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 многие сэлфи делают разного рода приезжают почитайте гугли в яндексе какая технология была строительства этого моста красиво да все мост закончился началась началась река началась река в смысле она не заканчивалась так снега пока не видать едем дальше а а а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Красную Поляну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одному знакомому И хочу вам сказать, что там еще есть Одна квартира в районе 20-ки Завтра для вас, для всех поснимаю ее Он хочет еще одну купить там Прям напротив Марионта Готовь, что будет потом Важно одну Сегодня можно все Можно все Сегодня 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 можно все очень многие люди хотят иметь квартиру именно веста садок на сегодняшний день порядка десяти вариантов у меня есть веста садок с ремонтом с ремонтом с ремонтом кто нарушил правила он нарушил так зафиксировали передали наказали поехали дальше чик-чик так двигаемся дальше двигаемся дальше подъезжаем красная поляна курорт 960 960 как вы понимаете это высота вот здесь мы и останавливались когда 2017 году а нет ну мы были уже просто не к просто просто не катались как бы бывали здесь но не катались это парковка кстати раньше было бесплатно стратегия смотри убрали шлагбаумы да мы недавно приезжали они были и были платные из нас одрали денег теперь опять их нет шагбаума странная история эта парковка платная но для проживающих в отеле она бесплатная что их а на такие деньги которые здесь берут за проживание в отелях это их а это как бы как расскажите как те курорт журки город вообще сколько раз ты здесь была благодаря тебе много мы приезжали если хороший ресторан по совету людям но раньше называй каштан каштан ресторан каштан здесь есть хороший ресторан раньше ресторан белый гриб назывался года три-четыре назад просто там такая атмосфера там так бомбовски кормили а сейчас мы были относительно недавно не он и сейчас есть но просто нам не в мишка не еда какая-то но короче очень дорого очень дорого это слева баня четыре стихии она кстати да но она такая да вообще это отеля викс из который мы тоже хотим попасть давным-давно ну как бы дорого там конечно да ну там дорого конечно как бы дорого но внешне да мне сюда но вот этот отель который у нас которым мы были пять лет назад и еще недавно относительно да просто не катались называется горки как он соскорки панорама горки панорама мы как бы вот он вот он хороший о хорошего всех смыслах это лужайки столько народа летом короче летом здесь тоже круто безумно приезжайте все в гости этот отель короче вот он классный горки панорама выяснили хорошие мы едем на парковку припаркуемся но мы не в горке мы короче приехали вот в этот вот в этот отель долина 960 называется долина 960 я думаю что это один тоже из лучших отелей здесь мы часто увидели на фотографиях но как бы тоже было дороговато там но вы же не будете экономить на своей любимой женщине правильно своей жене это вы же часто своих девушек жен вывозите правильно в отеле там прогуляться да вообще мне кажется в этот раз зима не сэкономил на себе потому что не было непонятно поеду или нет занятости нет любимая для тебя только вчера еще он такие красивые цветы подарила вот подземная парковка да выбирайте любое место джентльмен таких еще нужно поискать я думаю это уже таких не осталось дмитрий динозавр в этом роде в своем роде точнее купил нереальный букет маме подарил при встрече с аэропорта мне не такой офигенный букет говори говори привез купил всего продуктов накупил овощей накупил фруктов все осталось дело за малом вывести и тещу куда-нибудь села каштан села каштан мама приехал в гости на 5 дней надо какой-нибудь вывести прогуляться но сегодня четверг четверг 5 здесь субботу едем домой воскресенье едем гулять все дожди пережидаем здесь потом едем каштаны гуляем все про парковку я вам рассказал отель называется как долина ну короче берем чемодан идем заселяться везет мой коврик чемодан когда-то мы были в италии она купила в магазине черепашками я забыл как она называется фирма чемодан весит килограмм 20 без пустой но ничего не 20 нормальный зато сколько лет уже служат мы причем два взялись побольше размер да отлично как он не мужчина достался красавчик 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 боже стыдхом молодой красивый чего-то на на два дня набрала вы скажите манга взяла на два дня что она взяла я взяла у меня оборудование все в аренду убрать вообще-то мне нужно домашку сдать я взяла коврик я взяла эти пропсы или так она у нас учится на преподавателя йоги хатха йоги да и у меня сейчас нужно сделать практиками завтра крайний день сдачи домашнего задания чтобы получить проектной работы чтобы получить сертификата против прохождение первой ступени вместиться и взять оборудование в аренду поехать кататься попробую паша завтра ливень сейчас мы руками разведем и тучи разойдутся вот эти местные автосессии сейчас мы еще одно нарисуем ее тоже собрался продавать спасибо что дверь открыл любимый на два дня стоит на двоих 20 тысяч рублей я сказал что 30 естественно чтобы ей было приятнее 311 приходите в гости разрешите так что мы имеем слушайте ну стандартный номер для всех гостиниц за это как это знаете продажи квартиры хороший при входе у нас хороший с левой стороны гардеробный шкаф два халатика гладильная доска вот мне нравится когда подсветочка так сейфик у нас здесь есть даже есть фонарик прикиньте и пошел с фонарем такие всякие аксессуарчики прикольные так что еще бар холодильничек андреевна как обычно две полочки почитать вид из окна куда никуда вид из окна мягко телевизор всякие там это его позаниматься здесь можно удобно полица штата красная поляна так ну и ванная комната все необходимое для жизни как я говорю вода замечательно великолепно всякие штучки слушай но это хороший отель я уверен но я объясню почему да если ты устал можно присесть мы здесь никогда не были никогда не были но сейчас не сезон сезон конечно будет гораздо дороже это сто процентов мы никогда здесь не были но а и кстати холодильник но мы не пьющие не курящие но он и пустой он и пустой на удивление до кофе чай бесплатно но я думаю что да вода есть так вот вот такая вот история последним новости по поводу катания получ Allen сегодня покататься не получится кататься потому что я думаю что есть вечернее катание сегодня последний солнце завтра ливень 100 процента позатор дождь оказалось что катания сегодня только до 5 вечера а вечернее катание есть только завтра 5 суббота воскресенья но 6 до 10 короче ужас мы хотели покататься но пойдем туда снимать какой здесь бассейн ради чего собственно говоря и решил устроить этот сюрприз ради того чтобы понять какой здесь в принципе есть бассейн говорят что какой-то открытый инфинити есть посчитаем по поснимаем сейчас вам спа зону и в принципе пойдем мы не попали на каталку екатерина андреевна сказала пойдемте спа значит так оказывается в этом отеле можно прийти с улицы спокойно и посетить спа стоит это 1500 рублей мы не знали этого поэтому в следующий раз бы мы конечно мы конечно думали что мы конечно думаешь о такого нету может что как до проживающих поэтому оказывается не с улицы вы можете прийти если вы любом другом отеле проживаете где-то внизу если в палатке ночуете в конце концов или машине в багажнике вы можете пойти спокойно заплатить полторы тысячи на человека и вам полагается внизу спа зона спа зона что себе что спа зона себя что из себя представляет по зоне это бассейн здесь он небольшой 7 метров с половиной на четыре мы как раз примеряли думали как он выглядит вот несколько лежаков здесь есть и и несколько баню несколько баню вот ребята кстати пришли они хотят просто посетить но есть уличный здесь бассейн инфинти он 15 метров ради которого собственно говоря я и хотел сделать ей сюрприз собственно говоря и ну как-то сказать чтобы она как бы порадовалась да женщин надо радовать так здесь есть сауна потом паровая комната ну и там вы ничего снимать бесполезно только для персонал и хамам то есть паровая сауна и хамам короче три три каких-то тут спа и маленький бассейн но есть уличный вот здесь конечно это что такое это мизерный бассейн это ни о чем детям поплескаться всякого рода раздевалочки здесь кстати никого так ну что не мы не будем лежать я предлагаю попробовать мне поплавать в этом бассейне сказать тебе 7 метров мы просто спорим я у нас участка земли совсем маленький дома вы сами знаете его почти нет я говорю о том что чтобы нормально плавать бассейне нужно хотя бы метров 12 в длину мы хотим понять на 7 метровом бассейне можно плавать или нет давай теперь ты своими шагами померить сколько здесь метров давай раз три 4 5 6 7 до 7 насколько 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 с 2 на три с половиной до хорошо ну давай я попробую тогда по проплыть и понять вообще возможно в нем плавать или нет холодный а почему короче вы три пожалуйста короче нам надо быть блогерами которые будут приходить и забраковывать отель из по зоне и ну реально платишь деньги надо понимать за что ты платишь денег то есть пока мы считаем что горки панорама где мы были ранее лучше отель там больше ну сейчас попробуйте кризис нет а ты можешь сравнить с еще эти модели важно сказать все с одним отелем сравни еще завтрак но мариот который дешевле будет хорошо ладно сейчас попробую можно ли здесь плавать если мы дома такой вырыли на огороде бассейн пленку прудовую для пруда пленку который когда делаешь декоративный круг ручка ватаром и сделать там лужу пока что но такую это оформленную и думаю сколько метров лужу ради можно плавать талантливый человек талантливый вообще короче три грибка получается максимум 4 грибка ну то есть мало надо еще хотя бы один да нет если плавать потихонечку вот так вот как девочки плавать акширю чтобы потом еще остеях угрозить это бассейн для детей тоже 3 до а сколько он по пояс вообще сколько короче нужно метров если делать дома бассейн дома я так думаю нужно делать пускай он будет ширину не 4 метра 4 не незачем достаточно плавать пускай он будет ширину 3 метра 3 метра этого с головой хочу с руками снимать пускай смотрят твои красивые большие руки я именно на ладони нет конечно в идеале 12 метров хотя бы 10 если это 7 хотя бы 10 3 метра 3 метра это тоже лучше 12 и тогда будет прям вообще хорошо поплавать ну чё бы я предлагаю пойти попариться и потом уже поснимать уличный бассейн на который мы сюда приехали мы же не знали что за полторы тысячи можно сюда попасть и не надо снимать номер ну в общем хамам на катинку что воли но в общем хамам нормально ладно давай вперед мы еще помним все твои прыщи пойдем так отсюда можно выйти давай быстрее а вот она это откуда это все бассейн вверху быстрее кать все короче вы выходите с нижнего ой далековато идти слышишь я сейчас забракую этот отель так ну в общем 15 метровый бассейн 15 метровый бассейн инфинити ну здесь можно сделать хорошие фотографии многие девочки приезжают сюда ссылки со мальчики даже наверно делать фотографии и в принципе на этом все заканчивается катюш подержи я здесь оставлю свой халатик он на вышке спасателя он не потеряется да неважно куда-то послужим все и тыку тоже куда папа положишь чтобы чтобы не перепутать хотя вон там можно повесить есть местечко не оставлять вот сюда можно здесь повесить ну в общем а смысл этого бассейна всего что вы спокойненько что то что вы на фоне делаете красивые фотографии как будто вы надо обрывом делать красивые фотографии надо повесить когда будете вешать свои халаты повесить так как чтобы их можно было идентифицировать что это ваше я думаю каждый старается повесить с краю потом следующий приходит опять скрапят а ты повесить куда-нибудь сюда повесить пойдем я уже этот ты уже попала в кадр а ты не этот найдешь потом наше халаты это и 20 все давай щепки точно дефиксируем все пойдем делать красивые фотографии instagram разбавлять который уже в принципе там не работает как какой такой сделать бассейн ну вот это 15 метров 15 метров нет это сколько глубина хорошая то есть в принципе а ты очки взяла мне поплавать ну давай проплыви красиво кать но я же это не буду потом обрезать монтировать при составе что все видели твой целлюлит у всех есть цирик ну давай вот сейчас я на этом фоне сделаю несколько фотографий красивых то есть вы понимаете когда вы делаете фотографии вот этого вы не видите ребят то есть я раскрываю все секретом то есть должно быть должно бы сейчас сольемся с горизонтом кай повернись вот должно быть вот так сейчас отсвечивает даже тебя не видно сейчас видно то есть должно быть вот так вот а или вот так ну в общем вы поняли ой около красиво получается иди сюда посмотри какая съемка классно ну все дела на фотографии ну все ребята в этом и был смысл прибытия в этот бассейн все поехали домой я не говорил тебе но я купил разовый за полторы тысячи никакого номера нет это бассейн да для пикапера все констатировать в принципе по результатам сегодняшнего дня мы с вами узнали что в данном отеле как он называется долина 960 в принципе есть платный вход в спа еще раз говорю что полторы тысячи рублей вы можете жить в любом отеле за полторы тысячи это я вам скажу никто вам бы это не сказал спокойно прийти пофотографироваться в этом это не снимайте номер не платить по 30 до 50 тысяч за пару дней понимаете по 20 как кому повезет да в какой день вы приедете и какие моменты а вот можете это сделать это вам от меня бесплатный лайфхак а вот но в принципе вот этот бассейн да он как бы клевый и наверное ни в одном отеле по крайней мере на этом курорте такого нет на этом курорте на горке город я не знаю где еще есть такой бассейн все опасно это красивый вид спасибо как ребята фотографируются и меня пустоты поверни тоже 8 красиво с воды саду я хочу поснимала красиво назад отошла до показал то есть в принципе если бы сутки стоили 10 тысяч рублей например до сутки на двоих то в принципе ну да можно приезжать отдыхать я думаю летом здесь красиво очень ну и зимой конечно свои колориты тоже очень красиво вопросов нет да смотрится конечно уникально все это есть вся эта история вот все мне очки бы нас я буду плавать наслаждаться это строгие строгие это от работа ну естественно давай я чучки я покажу ну что настала ночь ну что значит ночь вот так в сочи выглядит когда пол восьмого и сейчас очередной заплыв екатерина андреевна сейчас очередной заплыв подсвечивается горки сейчас покажу сейчас катюш я принесу телефон под подожди сейчас я покажу горки как подсвечивается красиво и давать ему как ты красиво сначала заходишь а потом выходишь на зайди красиво выйди красиво и положить телефон карман обратно так давай с меня конечно репортер еще тот так 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 все молодец трассы светятся сейчас покажу андреевна плывет голожопик наш голозадик андреевна занимается с утра до вечера йогой спортом чтобы выглядеть она говорит я хочу тебе нравится мне кажется она хочет себе нравится в первую но мне тоже до хотя так все смогла сказать хотя бы 60 на 40 все от мою сторону мне мою сторону просто светятся горы красота ребят я поэтому и говорю да вот и не берите с меня пример вот видите завтра вот катя будет в отеле я поеду с утра у меня здесь надо две квартиры отснять то есть я продолжаю вы думаете что еще покупался бассейн и завтра с утра опять на работу вот но тем не менее я к чему призываю я призываю в очередной раз вас всех не брать пример с меня и вот да вот видите же четверг мы взяли поехали отдохнуть мы молодцы хорошая погода мы поехали отдохнуть до в меру потратиться отдохнуть перекусить и вы также поступайте берите своих любимых жен невест девушек ухаживайте за ними ездить и так сказать отдыхайте по возможности куда есть возможность не в зависимости от природы просто с ковриком с чаем с бутербродами либо там в отель за какую-то сумму там и так далее за границу там россии без райц берегите себя это очень важно я например уже давно дошу но дошел до то пойдем пока что не халат пошли не знаю я например давно дошу давно дошел до того и катя со мной вроде как солидарно что лучше не тратить деньги на какую-то шмотку лишний раз понимаете и так далее лучше получить эмоции то есть лучше заплатить допустим там 30-40 тысяч отдохнуть пару дней скажем так в отеле и получить эмоции чем пойти купить себе сейчас очки допустим пошли хотел очки солнечно купить 30-40 тысяч что это очки не ну ну понятно цены неадекватные сейчас да какую-то шмотку пойти купить и так далее дорого это поэтому проще заплатить уже тогда за эмоции потому что жизнь короткая таскать и лучше получить эмоции за эти деньги все катюш я умную мысль сказал теперь иди относи телефон снимать как ты выходишь я не буду уже твоя папа есть этап кадре не дряхлая спортивная как ну как прошел наш не заскать день до 6 с какими приехали с 5 до сейчас сколько только три часа прошло смотрите улицы пустые в горке город улице пустые но в принципе это хорошо да 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 вот это на в отеле у нас добро пожаловать а мы на этих лавочках тоже сидели короче народу почти нету решили пойти поужинать завтра с утра я поеду снимать по работе две карте квартиры мне надо для клиента он хочет именно в горке город вы не горки город извиняюсь в 100 садок но или на красной поляне в принципе купить вот я завтра поеду для него две квартиры поснимаю и возможно что-то он и купит из этого а мы пойдем поужинаем наш любимый ресторан один из любимых который называется что который называется каштан а живем и каштан а каштан это называется каштанами потому что там на самом деле раньше было очень много каштан раньше а сейчас осталось только нас а так я в любом случае уже снимаю а что надо сделать а вот здесь мы брали экипировку да может быть зайдем или завтра что надо сделать поснимать как будто ты так все катя попросил ее поснимать но она думала что это будет постановочный кадр а вот погода хорош я тебя снимаю а это кофейня где мы тебя снимают а это и без отель она и также такой отель прямо около подъем подъемника да все корпоративный центр сбербанка пожалуйста отель пятизвездочный ну от отель пятизвездочный а бассейна у них нет да вот странная история у этого отеля у этого отеля но у них отель пятизвездочный говорю а бассейна нету ну по-моему нету он наш ресторан каштан или пойдем другой вот смотрите ресторан каштан ребят чтобы вы знали ресторан каштан там точно в основном все блюда вкусно просто мы там ели вкусное мясо за тысячу рублей раньше блюда а сейчас взяли его подняли теперь он стоит 3000 и на ровном месте может быть вот сеста пойдем родина вот это название аристокрабы конечно это как бы что-то напоминает это что-то на богатом напоминает поэтому можем конечно пойти в наш каштан но родина уже как бы ближе ну давайте подумаем так и так мы быть вот чем в общем как вы можете наблюдать выбор пал на все таки наш уже излюбленный ресторан каштан каштан все-таки здесь так и достаточно атмосферно там вот горит огонь что касается цен ну во первых это премиум ресторан это хороший ресторан на самом деле что касается центру салаты в принципе стоит нормально ну что вы понимали цены примерно такие на салаты 650 550 550 750 850 то есть для для сочи это нормально закуски не показывает мне интересно супы пожалуйста тоже 700 700 750 то есть это нормально горячее блюдо 900 890 700 допустим допустим запеченный баклажан с овощами 730 рублей например жареная черноморская барабуля 990 рублей очень вкусно стейк мясника вот этот стейк мясника стоил 900 рублей сейчас стоит 2500 вот как бы ну подорожал форель на гриле допустим форель на гриле вот она где на где на вот она форель на гриле например стоит 1100 рублей очень вкусно очень вкусно безумно вкусно здесь меринговый рулет 450 рублей ну в общем как бы принципе я что хочу сказать что для того чтобы приехать в красную поляну и сходить в ресторан там ну если вы не пьете а мы допустим не пьем то можно покушать за вполне меняемые деньги в конце концов скушать вкусные хинкали и кормят здесь вкусно и относительно сочи общего недорого до екатерия андреевна благодарю вас отведаем тем что бог послал сегодня бог послал салат копченым цыпленком не помню учета в районе 750 рублей кстати и и вот мы вас просто ценами знакомы вот 850 до салат под копченым форелью форелью и облепиховый чай да очень начнем салата так при этом аппетита всем с двумя это салатами мы справились просто за сколько за 10 минут элементарно но мы семья такая знаете мы как бы с одной тарелки всегда едим и сначала один салат умели потом второй салат умели а теперь мы сейчас одно вот это вот блюдо сидим форельку но салаты кстати получились 900 и 800 и это тоже 1000 рублей 1100 а десерт отдельно салаты были вкусные салаты были вкусные да необычные авторские салаты хорошие да вот ну в принципе сейчас рыбку быстренько умнем и перейдем здесь ну что финальный аккорд андреевна меринговый рулет все финальный аккорд ребята на сегодня и все и банки до заканчиваем к сожалению пришлось покинуть заведение но без скандалов нас попросить красивый камень подогревается пойди попробуй подогревать помба догревается хотя туда тепло идет ну-ка пойди попробуй мы по-моему идешь же тепло да ну вот видите вот кстати это терраса мы с тобой летом как-то сидели там летняя терраса до свидания спасибо большое домик для детей бар посетить из натурального дерева ну все пойдем здесь я не видно иди сюда нет вспышку видно только пойдем пойдем до дому до хаты второй этаж выпить закусить он бишь внизу внизу там еще что-то отель я же говорил